Дорогие друзья, рассказываем, что же будет происходить, куда можно сходить. Подожди, так быстро. Давай сначала напомним, это утреннее шоу Коктейль Молотова, что мы в прямом эфире, что сегодня пятница. Ты как будто больше мужчина это напоминает. Это вообще шикардос просто, что у нас вот после таких длительных праздников всего два рабочих дня, так и надо после них уходить. Хотя, знаете, я что-то устал от праздников. Я думал, что числа пятого уже можно было спокойно выходить. Да, Котяк, кто держал. Я по зрителям. Выходил бы, конечно. Вы сидишь, когда в инстаграмчике прямой эфир вышел, много взбодрился. Когда у всех праздники, все спят и в такую рань в семь часов нас вряд ли кто-то смотрел бы. А сейчас все на работу отправляются и нас смотрят. Но вы знаете, отправляясь сегодня на работу, помните, что завтра суббота, послезавтра воскресенье. И сейчас Ренат расскажет вам, чем можно занять себя. Да, с 10 по 12 января 2020 года, соответственно, нынешнего, будет ралли Борда 2020. Это ледовые гонки и пройдут они, соответственно, в Борде на ипподроме. Называется это второй этап Кубка России по ралли в Пермском крае. Так что, если вдруг не знаете, чем себя занять, добро пожаловать. Во-первых, это очень зрелищно, потому что ралли это что-то такое, очень на высоких скоростях, заряженные автомобили. А если это еще и в снегу, то это просто вообще огонь. Да, ну и просто, в принципе, наверное, посетить Борду. Пермь же, кстати, была. Да, вот вам повод посетить наконец-то Борду. Кстати, Пермь долгое время была весьма автомобильным регионом. И при Юрии Петровиче трудными, помните, да, был такой у нас нынешний полномочий председатель президента в Дальневосточном федеральном округе. У нас сколько было? Ермак ралли был, у нас постоянно проводили соревнования внедорожников, вот он там в часовом Ермаке проходил. Это Бординское ралли. Ну, в общем, у нас этих автомобильных соревнований было пруд-пруди, и у нас здесь жило огромное количество чемпионов, людей, которые этим спортом увлекаются. Сейчас все сошло на нет, и Борда, пожалуй, единственный крупный раллийный турнир, который остался в нашем регионе. Ты поедешь в Борду? Нет, я там, ну, я был там раз в три, наверное. То есть все, да? Пока мне, ну, когда-нибудь сейчас едут. Там, на самом деле, прикольно, наверное. Там очень хорошо. Я был там на Сабантуе один раз. С Бордой знаешь, какие ассоциации связаны? Мы проезжали мимо нее, отправляясь в Уфу. Это зима, вот просто, ты понимаешь, ты едешь, ну, достаточно мрачная такая серая погода была, хмурое осеннее небо, низкое небо. И вдруг мы проезжаем мимо стадиона, на котором вот такие вот ростовые фигуры, вот круглые, как японские самураи, играют в футбол, понимаешь, в Борде. А это стандартно, да? И они там бегут, разбегаются, дыдыщи, друг друга сшибают, разлетаются. И там люди умеют веселиться. Они, возможно, так главу района выбирают. Кто останется, то ты. Да, кто ты водит. Я там вел свадьбы три, наверное. И потом еще выступали с КВНом там как-то раз. И каждый раз. Мне прикольно, понимаешь? Я, то есть, в Перми, когда вокруг нет татар, скажем так, особо много, я как-то, ну, прям... Сейчас, блин, все татары обиделись такие. Слушайте, Ренату в Перми не хватает татар. Пожалуйста, пригласите их. Просто там ты приходишь, приезжаешь туда, и там прям, ну, все как ты. А там все татары. Вот, и мне прям по кайфу там, честно говоря. Поэтому я люблю ездить в Бордо. В общем, для того, чтобы вшли от... Подожди, не на татар посмотреть, а на гонщиков, роличиков. В том числе. Вот, нужно попасть в Бордо 11 января в субботу. Вход свободный, кстати, на все мероприятия этой сказочной. Да, по-моему, башки. Заезды в 12, 13, 30, 14, 30 и в 16, 0. Начинается также рождественский турнир. Ну, уже как начинается, проходит он. Откроется... Так, все, все, запутал. Короче, рождественский турнир по снежной... Запутал себя. Ты сам. А, ну да. По снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж». Собрал скульптуры из разных уголков России. И откроется выставка к вечеру 11 января 2020 года. И продлится до начала весны. Они вот прямо сейчас где-то там что-то пилят из льда. Несмотря на то, что у нас всего минус 3. Ну, потому что основным их инструментом является как раз бензопила. Вон, видите фотографию одного из участников предыдущих фестивалей. Да. Приехали команды из пяти городов. Это Сверловская область. Дальше город Невьянск. В общем, много откуда приехали. Пять команд разных. Можете посмотреть, ознакомиться. Эту информацию я беру из группы «Перемь. Куда сходить сегодня?» И там все предельно ясно написано. Ну, что мы рассказываем? График работы скульпторов на рабочей площадке с 8 по 10 января. Вот с 9.15 до 1.45. Потом с 3 до 19.45. И 11 января, соответственно, с 9.15 до 12 часов. Так что, мне кажется, просто прийти и посмотреть, как работают эти талантливые люди. Но самое главное не мешать. Не лезьте к ним. Да, не лезьте, не приклеивайте вот эти монетки еще до того момента, как они все закончили. Возможно, это будет мешать. Возможно, на вас приклеят эту монетку. Так, что еще хочется сказать. Бесплатное катание на коньках. Свободный вход на таких катках, как на Гаеве, улица Карбышева, 52, при Камье, Ласинская. Юность, Революция 27, фаворит, Репина 69. Ну, в общем, тоже посмотрите, везде, оказывается, есть. На стадионе «Звезда» тоже работает каток, который залит вокруг основного поля. И там практически никого не бывает. За денежки там? Да и пусть. Ну, есть бесплатные, есть платные коньки. Ну, тем не менее, вот вообще там классно, говорят. А вот сейчас на ваших телеэкранах был каток, который находится рядом с мигом на взлете. Там он небольшой, но уютный достаточно. Ну, вы посмотрите, как это с высоты птичьего полета смотрится. Да прикольно, прикольно. Как нет-то? В общем, на самом деле, Пермь, получается, все открыто для катаний-то уже. Во всю, есть бесплатные. Там, правда, не везде. Я тебе скажу, знаешь, вот сегодня 10-е, на следующей неделе уже будет середина зимы. Мы уже почти, вот, да. Скоро весна? Да. Скоро лето. Скоро любовь, скоро весна. Ага. И, кстати, а слушай, был ли день зимнего солнцестояния, когда была самая длинная? 22 декабря, да. Вот, то есть у нас сейчас даже день на плюс пошел. Все, друзья, мы почти перезимовали. Так, ну, еще хочется сказать, что 15 января вход в музей, но это уже на следующей неделе, в Перми будет бесплатно. И там есть и дом Мешкова, и детский музей Центр, и линитовая комната, музей Диорама, дом музея Славянова, типография. Кстати, был хоть раз на Диораме у нас, который в Мотовелихе туда наверх поднимался в город? Там, где молот этот большой стоит? Нет. Бывший долгое время символом города Перми. Я тоже ни разу не был. В Кохловку можно съездить, там тоже все, в принципе, бесплатно и красиво, большая часть. Ну, и, само собой, музей древности. Так что, друзья, сходить есть куда. В музей древности, кстати, круто. Правда, уже что-то стало платным где-то, так как праздники было. Все находились, куда только можно были огромные очереди. У нас, кстати, почти все музеи бесплатно работали в праздники. Ну, сейчас тоже есть куда сходить, так что планируйте свой досуг. Вот ты куда бы сходил в выходные? Я бы сходил. Раз в борду не едешь. В выходные посмотрел бы на скульптуры, наверное. Кстати, в этом году ледовый городок рекорд установил. Вот 400 тысяч человек посетило его, и я тоже был там. А как они считали? Это по количеству человек, которые через рамку? Ну, там же, да, вот эти люди сейчас стоят, которые раз, два, так, сумку покажите. У них, как у стаардесс, знаешь, бортпроводников, есть такие специальные кнопочки, счетчики. 400 человек, 400 человек, это многое. Мы там были, посмотрели, в принципе, ну, очередь на горках по классике. Ну, да, ну, а так, ну, интересно. Друзья, давайте видосики, может, покажем. Нет, у нас все, у нас время истекает, к сожалению, эфирно. У нас минутка буквально остается, я только вот про погоду, наверное, успею сказать. Опять, конечно, скажи еще раз, третий раз это будет дорого. Второй, второй про погоду. У нас, дорогие друзья, сейчас минус 3 градуса, идет сладкий снег. Я хотел просто покажать лифчик-массажер. Ну, давай, расскажи. Нет, давайте лифчик-массажер, конечно. Погода, это то, что надо сейчас. Продано лифчик-массажер сейчас в прямом эфире на телеканале РБК. Слушай, наткнулся я на такую штуку, это... То, чего не хватает нашим телезрителям. Ой, ладно, давайте, друзья, на этом, я думаю, можно и заканчивать. Я думаю, что этот миссик подойдет не только председателям прекрасного пола, но и многим мужчинам. Да, после новогодних-то праздников, знаешь, там... Куда это вот еще бы на животник такой, знаешь, чтобы помассировал сразу 10 пальцами. Так, друзья, желаем вам отличных выходных. В понедельник мы увидимся с вами вновь в прямом эфире в 7 часов утра. Это было утреннее шоу, коктейль молкова. Идите там саночки, салазки и идите катайтесь. Лыжи, коньки, все для нас. Короче, всех обнимаем, всех счастливо. Для этого в нашем городе есть. Подожди, фразу договорю. Все, для этого, для коньков, санок, лыжи, наверное, в нашем городе есть. Ну, идеально. Поглядьтесь. Хорошее настроение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...